Письмо 108, 15 июня 67-го. Любимая папа и мама, Рад вам сообщить, что сразу же после моего выздоровления Мы с Тути собираемся пожениться. Свадьбу назначили на середину августа, Но не решили еще точно, на какое число. Я бы давно вам сообщил, что мы поженимся, Но последние месяцы было ясно, что начнется война, И я хотел, прежде чем планировать будущее, вернуться живым. Интересно, что мне легко об этом рассказывать всем, кроме родителей. Не сомневаюсь, что вам, особенно отцу, Всегда будет казаться, что женюсь я слишком рано. Раньше я собирался поехать на год в Америку без Тути И только после этого жениться. Сейчас я не вижу в этом никакого смысла. Я также не верю, что смогу год жить в Америке и учиться, А сердце мое и все помыслы в это время будут в другом месте. Одна из причин, по которой я хочу отложить занятия на семестр, Это то, что сейчас мне кажется нелепым оставлять страну. Я, конечно, не знаю, какие существуют в Гарварде порядки В отношении отсрочки. Если бы даже я приехал сейчас, То приехал бы вместе с Тути, Предварительно поженившись здесь. Во всяком случае, перед началом занятий Надо выяснить, как обстоит дело с жильем, работой и тому подобное. Одна из проблем, связанных с моей поездкой в Америку, Которая является до сих пор главным препятствием, Это проблема денежная. У меня нет никакого понятия о том, Сколько потребуется денег паре студентов Почти незнакомой стране. В Израиле я уверен, что справлюсь даже без помощи. В Америке я этого не смогу. Совершенно ясно, что мне потребуется твоя помощь, папа, И уверен, что ты будешь рад ее оказать. Некоторые подробности о моей руке. Я был ранен в левую руку пулей или осколком, Раздробившим локтевую кость. Доктор Палкер, который меня оперировал, Известный как один из лучших здешних хирургов, Переведен из Хайфы в Цфат с началом военных действий на севере, Извлек при операции десять кусочков кости. На мое счастье, нерв не задет, Но пришлось передвинуть его с раздробленной части, Чтобы его не повредить. Я свободно двигаю всеми пальцами, В двух крайних, в мизинце и безымянном, Ощущаю онемение, как от анестезирующего укола. Врач сказал, что один нерв частично задет, Отсюда это ощущение. Повреждены также некоторые мускулы, Поэтому я чувствую боль при движении среднего пальца. Звучит мрачно, но в действительности это не так. Врачи говорят, что полностью рука сживет не скоро, Но главное, что заживет. А мне довольно того, что я жив, Говорю это безо всякой иронии. Когда смотришь смерти в лицо, Когда имеешь все шансы умереть, Когда ты ранен, один посреди выжженного поля, В дыму снарядных разрывов, С перебитой и горящей страшной болью рукой, Истекаешь кровью, и больше всего на свете хочешь пить, Жизнь кажется дороже и желанней, чем всегда. Ты хочешь ухватиться за нее И продолжать жить, Бежать от всей этой крови и смерти, Быть живым, живым, Хотя бы без рук и без ног, Только дышать, думать и чувствовать, Видеть и воспринимать впечатления. Семь часов утра в больнице Рамбам в Хайфе. Я сижу один на балконе. После нескольких хамсинных дней Подул с моря прохладный ветер. Все считают, что вы, конечно, Собираетесь заскочить в Израиль. Что касается руки, То о ней нечего беспокоиться. Она заживет сама собой. По-моему, излишнее беспокойство Приносит только вред. Но очень буду рад, Если вы все-таки приедете, И мы сможем в волю наговориться. Так много есть, что рассказать. Очень вас любящий, Йони!